Комсомольское. Очередное преображение. Заездные карманы, плавные линии извилистых тротуаров. Такое увидит улицу после реконструкции жителей. Работы планируют завершить до 29 октября. Подарок городу к столетию Комсомола. Глава района вместе со специалистами управления дорог, транспорта и связи, службы озеленения и благоустройства выезжали на место не раз, чтобы поэтапно контролировать ход ремонта. Перед тем, как укладывать тротуар, коммунальные службы заменили расположенные под землей трубы отопления. Их ресурсов хватит лет на 40. По обеим сторонам проезжей части переложены пешеходные дорожки. Сейчас их отсыпают щебнем, а после заасфальтируют. Работы ведутся по программе губернатора Андрея Воробьева «Дороги Подмосковья». Пешком от Притасского проспекта к площади Ленина. Сейчас здесь полным ходом идут ремонтные работы по обустройству тротуарной части. Сам тротуар будет гораздо шире. Здесь сможет проехать не одна мама с коляской, а в одной колонии даже несколько работ должны завершиться буквально со дня на день. Тротуар ремонтируют не только на 300-метровом участке, примыкающем к площади. На всем протяжении Первосоветского переулка до улицы Фабричной, расстояние между ними около 1200 метров, будет уложен ровный асфальт. После реконструкции переулок и улица Комсомольская будут отвечать требованиям доступной среды. «Учитывается все элементы доступной среды. То есть для маломобильных групп населения будут сделаны все условия и на Первом Советском переулке, и, соответственно, на Комсомольском. Мы увидели, что преображаются и прилегающие территории к торгово-бутовым предприятиям. То есть собственники все-таки услышали нас и приступили тоже к масштабной работе». Реконструируют не только Комсомольскую, Первый Советский. В этом году в Щелкове выполнен ремонт тротуаров на улицах Комарова, частично Нашмитта и Пролетарском проспекте. В 2019-м муниципалитет продолжит приводить в порядок пространство для пешеходов, в первую очередь тротуары, чтобы они отвечали требованиям пешеходной логистики и могли обслуживаться колесной коммунальной техникой.